Добрый день уважаемые зрители и подписчики канала Летаем Вместе. Приглашаю вас в Пущеводицу, историческую местность в городе Киеве. Пущеводица расположена на северо-западной окраине города и по решению Киевского городского совета от 8 ноября 2001 года перестала быть поселком городского типа и должна была быть переименована в массив Троещина-2, но позднее стала частью Оболонского района города. Название поселка является комбинацией слов Пуща, то есть густой лес и наименование реки Водица. Еще в 11 столетии эта местность была местом княжеской охоты. В 1724 году в Пущеводице было создано лесное хозяйство. В связи со строительным бумом в Киеве в конце 19 века, который негативно повлиял на степень озеленения города, появилась тенденция выезда многих семей в отпускной сезон за город, в частности в район Пущеводицы. Наличие соснового бора, более 30 тысяч гектаров и опоясывающих поселок рек Горенко и Катурка были созданы отличные условия для оздоровления. В 1904 году здесь основывается противотуберкулезный санаторий. На данный момент в Пущеводице имеется около 40 оздоровительно-рекреационных учреждений. В черте населенного пункта разбит Пущеводицкий парк. В 1904 году в Пущеводицу с Подола была проложена трамвайная линия. Нужно сказать, что до Октябрьской революции в Пущеводице проходили нелегальные маевки, такие конференции большевиков, заседания Киевского комитета РСДРП, заседания Всеукраинского временного партийного комитета. Во время Второй мировой войны Пущеводица входила в зону оборонительных сооружений Киевского укрепленного района. Освобождение от гитлеровцев совершилось 3 ноября 1943 года в ходе Киевской наступательной операции. С 1981 года Пущеводица стала поселком городского типа. Многих писателей, художников и исторических личностей привлекала красота Пущеводицы. В свое время здесь побывали Петр Первый, Екатерина Вторая, Тарас Шевченко, Николай Гоголь, Лев Толстой, Леся Украенко. Подробное описание ущерба нанесенного Пущеводицы обстрелами и вырубками в годы немецкой оккупации, а также освобождение ее советскими войсками в 1943 году содержится в документальном романе писателя Кузнецова «Бабий Яр», который был написан в 1969 году. Сейчас Пущеводица – одно из самых популярных мест отдыха киевлян. Здесь расположен каскад озер с благоустроенными песчаными пляжами, станции проката лодок и катамаранов, к услугам отдыхающих также магазины и банкоматы. С Киевом Пущеводица сообщается автобусными маршрутами и исторической трамвайной линии. Итак, друзья мои, давайте продолжим полет и посмотрим на Пущеводицу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом месте, об этом районе города Киева. Напишите, возможно, какие-то истории, которые могут хорошо дополнить мой рассказ. Будет интересно почитать и узнать. Поставьте лайк этому видео, если оно, конечно же, вам понравилось, и обязательно подпишитесь на канал «Летаем вместе». Также вы можете помочь развитию канала материально. Вся необходимая информация будет в описании к этому видео, к этому полету. Желаю вам удачи, крепкого здоровья и до встречи на канале «Летаем вместе». Мы не сможем хороший массажène ветром, получ depende в Lorenzo Семенов Продолжение следует... 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 Продолжение следует...